В Американский конгресс внесён законопроект, который подготовили 26 республиканцев, среди которых Ярый Русофоб, сенатор Джон Маккейн. Документ очень большой. Там написано, что надо делать, чтобы нас наказать. И список очень длинный. Помимо всевозможных санкций, увеличения военного присутствия у наших границ, там есть пункт весьма примечательный, который назван весьма скромно. Развитие демократии в России. Только деньги, которые надо на это выделить, совсем не скромные. Миллиарды долларов. Но на что же именно? На демократические институты, помощь демократическим СМИ, гранты, лекции и даже на обеспечение верховенства законов. Только непонятно, судим тоже, что ли, приплачивать будут? Но на самом деле всё ведь не так просто. И по мнению экспертов, таких понимающих, что скрыто за безликим названием, деньги будут даны Госдепартаменту напрямую в вмешательство во внутренние дела России. А если уж совсем точно и честно, на свержение Путина. Закон ещё не принят, но он уже прошёл два чтения. Так что демократия, считайте, у нас уже в кармане. Хотя опасно всё-таки такие деньги давать в Россию. Демократы, они всё равно же наши люди. Но ведь попилят всё. Подробнее изучала пресловутый документ наш собственный корреспондент в Нью-Йорке Нина Вишнева. Работа в ЦРУ приучила его перепроверять каждую мелочь. А тут и правда, вопрос серьёзный. В Конгрессе подготовили закон, согласно которому США собираются устроить что-то очень похожее на государственный переворот. В России. И даже выделяют на это миллиарды долларов. Акт о предотвращении агрессии со стороны России. Это короткое название. Полностью имя документа за номером 2277, размещенного на официальном сайте Конгресса США, можно перевести так. Законопроект по предотвращению дальнейшей агрессии России в отношении Украины и других суверенных государств в Европе и Евразии. И для других целей. В Сенатском комитете по международным делам документ представил тот самый Джон Маккейн, главный республиканский ястреб и ярый русофоб. Отставной сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн прекрасно помнит первые подобные выпады США в отношении уже новой, постсоветской России. Когда пришел Клинтон, он тоже хотел показать свою силу перед русскими, как Джон Маккейн. У него был свой собственный акт о предотвращении агрессии со стороны России. Некоторые страны Восточной Европы хотели в НАТО. Его соперник по гонке, Боб Доул, призывал их принять. И Клинтон сказал, а давайте. Его советники предостерегали, мы обещали русским не расширять НАТО. Он ответил, где это написано? Где? Покажите мне. Мина замедленного действия была заложена еще в 89-м, на Мальте, считает МакГоверн. Тогда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и американский президент Джордж Буш-старший договорились, что Советский Союз не будет применять силу в Восточной Европе, а США, в свою очередь, не станут извлекать выгоду из грядущих перемен. Под переменами подразумевалось объединение Германии, а значит, автоматический переход ГДР под натовское крыло. Но дальше, уверял Буш, альянс не продвинется ни на пять. Горбачев с Бушем вышли в тираж, а с ними утратило силу их джентльменское соглашение. Новый американский лидер Билл Клинтон внешне демонстрировал неподдельную любовь к молодой российской демократии. На деле же поспешил воспользоваться слабостью некогда мощного противника и установить свои порядки по всему миру. За короткий срок НАТО вырос вдвое. Бывшие друзья де-факто стали России врагами. Следующие президенты пошли еще дальше. Эпидемия оранжевых революций на постсоветском пространстве, нынешний кровавый переворот на Украине. Кто теперь может с уверенностью сказать, что продолжения не будет? Абсолютно ясно, что это как раз и была та самая смена режима. В мое время мы называли это свержением правительства, теперь смена режима. Путин на все это посмотрел и подумал, они теперь тащат Украину в НАТО, а в Севастополе военно-морская база. Помните слова в четырехчасовом интервью? НАТОвские моряки хорошие ребята, но я не хочу навещать их в Севастополе. Лучше, чтобы они навещали нас. Возмутившись подобной в кавычках агрессией, 26 американских конгрессменов-республиканцев и начали писать тот самый акт о предотвращении. Наиболее интересный пункт, помимо всевозможных новых санкций и расширения военного присутствия вокруг границ России, это еще и так называемое развитие демократии в России. Нетрудно догадаться, что скрывается за красивыми наукообразными формулировками. Мы уже видели, куда идут запросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...